Ребят, всем привет! Хочу начать видео с того, что мы завели кур. Они нам снесли буквально. Ребята, куры вообще волшебные. Ты вот так щелкаешь пальцем, и за 3 секунды 10 десятков яиц. 100 штук. Представляете? Курятник вообще. Кур не надо содержать. Просто приходишь в магазин, лезешь. Хочешь. Специальный молоток. А там уже куры просто предоставили все яйца. За тебя их кормят. Ухаживают. Только я не за это вот. У меня фотоаппарат прыгает. Тихо. Яйца лежат долго. Холодильник у нас специально маленький. У нас там как раз влезает 100 яиц. Ну, 10 десятков. Так, если под завязочку забить, одна полка такая прям все вмещается. А даже на 2 полочки. Почти весь холодильник маленький. Неделю растут. Неделю растут. Ой, дети растут. Более того, мы уже уставшие. Уже вечер, уже почти 10 часов вечера. Уже спать хочется. С самого утра на ногах. Оба. Короче, дети растут. Уже мы не обходимся по чуть-чуть яиц. Если жарят яйца, то жарят так, что так. Только полторы коробки улетело. Сможешь, не понял. Омлет делать, свинишницу, там разные. Вот эти хлеб. Ой, вкусно. Вот, кстати, хлебушек для этого. В яйце. Вот эти, знаете, патрутики. Я расскажу секрет. Берете хлеб. Берете яйца. Быстро кулинарные. У меня обзоры просто так не бывает. Обзор должен быть полезным во всех отношениях. Я могу тут пройтись. Вот это. Мне не нравятся такие обзоры. Короче, взбиваете яйца. Примерно на 3 яйца пойдет вот такого хлебушка, но кусочков 6. Вот таких. Если вот нарезанной тоненький. Вот так вот в яйце вымачиваете. Вымачиваете. А я где-то, кстати, снимала этот рецепт на канале. Потом, значит, на сковородку запекаете с двух сторон. Потом на противень сверху твердый сыр раскладываете. Запекаете. Бомба. Просто бомба. Сыр это пламленый. Это все. Ой, класс. Короче, ладно, поехали. Тур мы развели уже. Поехали дальше. Мы с тобой сыр забыли купить. Сыр мы себе забыли купить. У нас Тимофей спрашивает. А сыр где? У нас нет сыра. Как раз вот для этого. Для этих бетро-мородов. Значит, финики я уже успела пересыпать сюда. Финики взяли. Очень вкусно. Нашла я место. Я когда первый раз там покупала, прихожу. Иду по улице. Смотрю. Красивые сухофрукты на улице. А ларишься такое, что внутрь заходишь туда. Я такая подхожу. Цена, в принципе, приемлю. Дай-ка я зайду. А у него еще там по ценам подешевле, подороже. Курага. У меня разъели. Бомба. Борь, Таня, еще покупаю. Финики. Ну, финики вот такие. Тоже вкусные. Этот, что я там еще брала. Курага, финики, изюм. Ну, к вам примеру. Если изюм стоит не менее, сколько там, финики возьмем. Мы покупали за 150, да, не сколько. У них 115. Курага мы берем все от 350-400. Нормальная. У них 290. Я такая, вау. Все, теперь наш любимый магазинчик. И рыбу. Иду я возле другого ларечка. Смотрю, рыба. Думаю, мы за этой рыбой с вами ездили-ездили в этот маяк. Толком не купили. Посоветовали еще, знаешь, где в этом светофоре рыба. Но тут, куда мы заходили, там особо ничего не было. Помнишь? В светофоре не хочу покупать светофорию. Не хочет, можешь покупать светофорию. Хороший ларечек. Закупили мы там рыбку. Это у нас ментай. Это у нас селедочка. Это у нас скумбрия. А где мойвочка? Где мойвочка? Вот мойвочка. Потеряла. Очень любимый мойвочку. Ой. А-ля мойва. И леща сегодня купили. Это покупки с абсолютно разных мест. Это с одного ларечка. Это с другого ларечка. Что-то у нас здесь с пятерочкой. Так, что? Лещ с пятерочки. Булочки. Сейчас расскажу. Короче, с пятерочки. С ленты. С двух ларечков. Откуда еще? Откуда, 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 откуда. Так, Боря, напоминай, напоминай. Вроде бы все, да? Все, да. Да. Четыре магазина. Вроде бы все. Судси бы мы ничего не покупали. Все. Что-то я хотела сказать. А сейчас буду рассказывать, что для чего. Помидорки взяли. Лимоны у нас улетают. Как только приходит зима, у нас лимоны просто улетают. Имбирь не были взять. А-а-а! Да что ж такое? Имбирь! Ладно. Хоть лимоны взяли. Мандаринки. Сезон мандарин тоже улетают просто. Гранаты начался сезон. Тоже недорогие. Сколько они? 170. 179 были. Ну, в принципе, приемлемая цена. Бывает там, что 290 и выше. Порошенькое взяли. Эти шампиньончики взяли. Капусточка обычная белокочанная. На суп. И сейчас я для салатов использую только... Забыли взять эту. Это... Как ее? Вот так. Вот то вон. Мягенькая. Как? Длинненькая. Пекинскую. Я сейчас только использую салаты. Она мягкая, нежная. Вообще мы так на нее коцели. Забыли. Записывай. Да что ж такое? Я ж записала. Ладно, проехали. У нас есть горчица, которую я сама делаю. Хрен уж, простите, делать мы в квартире сами не будем. Может быть, будем жить на своем участке. Может быть, там будет хрен. Или где-нибудь будем ходить копать. Ну, там может быть. Ты помнишь, как мы этот хрен делаем? Да. А я холодец сварила. Так, давай быстрее будем заканчивать. Кушать будем. Горчица есть, хрена нету. Поздравьте нас с хреном. Махееву мы берем этот кетчуп. Булочки. Булочки это с этим, со сгущенкой. Говорят, когда ездят на заказы, понятно, что в машине не наготовишь. Все, как это сказать, дубенеет, леденеет или как это сказать, дубеет и так далее. Микроволновки с собой нету, печки особо тоже нету, поэтому покупаем ему такие вещи. Вот халву он себе берет. Тоже мы купили в холодильничке, нарезано такими кусочками, ну, чтобы энергия была. Потом вот берет, например, булочку. Обожает Боря у нас ряженку. Ряженку или кефир. Ну, вот тоже ряженка, кефир. С вот такими булочками или такие другие там берем. Ну, в общем, это как у него перекус там. Ну, когда еще берет какую-то такую пищу, например, там холодную вот он брал, да, вчера. Или какую-то такую, там бутерброд, например, с колбасой. Ну, вот булочки тоже полюбились нам очень. Это взяли сосиски, колбаса, вязанка, как обычно мы берем. А, о, вязанка появилась. Ты вязанку нашел? Да. А я положила, не обратила внимание, какую ты взял. Я думала, это столичный этот, да, столичный или какой-то? Да, это вязанка столичный, сервелат. Не, нет, не знаю, европейский. Европейский, да, да. А вязанка? Серьезно? Да. Ну, я уже не обращаю внимания. Ну, сервелат, сервелат, а какой? Понятно, что мы вязанку берем. А, вязанка. Йогуртов взяли, майонез взяли. Вот на этот майонез я просто подсела. Я и мой Борюсик маленький. Больше никто его не берет. Говорю, слава богу, он дорогой. Меньше тратить денег, будем так сказать. Обожаю. Это сметанный соус с грибами. Я сколько раз предлагала, никому не пошел, а Боря подсел. Он, мама, мне тот, что ты себе мажешь. Мы там гворщику, например, там на греночку. Я такая, так, у меня конкурент появился на соус. И он, нет его ни в каких магазинах. Я его искала и в ленте. Где мы его только не искали. Во всем. Только в пятерочке и все. Короче, он у меня на вес золото. Сразу две штуки взяли. У нас еще в холодильнике еще открытый один есть. И это две штучки взяли. Очень вкусный соус. Так, хорошо. Еще морковка и к морковке. Морковка по-корейски с майонезом. Иногда мы берем без майонеза, иногда с майонезом. И лаваш. Вы помните, да, когда мы были на мраморном, я вам показывала, какие мы классные делаем. Кто как их называет. Буррито, еще как-то, в общем, вот это вот в лаваше. Туда перчик выложили, помидорчик выложили, салатик выложили, лучок. Вот это все дело завернули на сковородочку. Сказка просто. Просто. Так, хорошо. Что у нас? Сметанка. Ну, это такие стандартные масла. Этот. Подсела я на вот такие творожки. У меня есть такая, этот, ну, агушери какие-то другие мы берем. У меня есть такая особенность. Я практически не ем сладкого. И как-то раз я попробовала, не помню где, попробовала такой творожок. А творог я ем только с бананами. Только с бананами. Если творог сухой, его вообще есть сто раз не буду. То есть он с кисленькой, я его не буду есть. Я ем только сладкий творог. Мои едят все. У меня, я не знаю, с чем это связано, зубы, кислотность. И я все кислые продукты вообще не понимаю. Не могу. И если творог хоть чуть-чуть кисленький, все, это уже не для меня. И, в общем, я всегда делала творог, это сметана, это обязательно банан, ну, и творог, и сахар. Без банана мне творог вот тут становится, не лезет вообще никакой. Как бы он вкусный не был, если бы в твороге нет бананов, я его есть не буду. Но я как-то попробовала творожок, и я поняла, это же оно! Если у нас в доме нет бананов или нет обычного творога, творожок долго стоит, ну, в плане, это не такой, ну, он закрыт, и, короче, все. И вот он стоит в холодильнике себе, так, творожка. А много я тоже не ем, как раз у такого маленького творожка хватает на раз поесть. Малюсенький. Вот, у меня некоторые дети его любят, в основном дети любят йогурты. Творожок у меня тоже несколько человек любят. А вот йогурты любят все. Ну, тоже у каждого свои приоритеты, вкусы уже появляются по йогуртам. Вот, ну и все. Теперь творожки в нашем доме, это привычное дело. Вот, так, что, поехали дальше. Вот такую икру тоже мы подсели. Она приедается, мы поняли, это икра с копченым лососем. Она есть разная, там есть посветлее, какие-то разные разноюлись. Ну, нам вот это понравилось, самое большее. Мы ее брали сначала часто. Обратно же у меня, короче, у нас семья такая, что какие-то продукты не все едят. Например, там, на вот это подсаживаются они дни. На вот это подсаживаются. Вот, например, у нас этот сыр плавленый ест Боря. Кто еще любит сыр? Все. Боря маленький. Боря младший ест. Все, больше никто не ест. В основном, вот это мы, получается, только Боря его покупаем. Он на завтраке вот ест бутерброды с сыром. Потом вот эту икру вот это ем только я и Тимофей. Больше никто. Сколько не предлагала, никто не ест. Ну и получается, там, кто-то, вот эти вот буррито, у нас, ну, почти все едят, кстати. Вот эти буррито как раз почти все делают. Так, что у нас еще? Что, 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 что? Ну, вот этот я и Боря только едим. Так, кефир, ряженка. Ряженка это у нас в основном Боря. Больше никто я не замечала, что кто-то еще ряженка. Боря младший. Тоже, да? Да. Папа налей мне ряженки. Кефир кто пьет, тоже Боря. Только. Только я. Только Боря, получается, кефир пьет. Вот. Ну, молочко это обычное дело. Полюбился нам вот этот домик в деревне молоко. Берем его 2,5 жирности. Вот. И цена и качество, в принципе, соответственно, нам нравится. 5 литров взяли, потому что он у нас просто улетает. Так. Хлеб. Вы знаете, что мы выпекаем свой хлеб. Мы до сих пор печем свой хлеб. Боря его выпекает по три буханки пару раз в неделю. Во-первых, дети выросли, он у нас улетает. Во-вторых, это серый, ближе к черному хлебу. Он не ко всем подходит. Вот, например, вот то, что я вам говорила, бутерброды с яйцом, подходит только белый хлеб. Черный вообще никакой. Он у нас плотный такой, не пористый. Он не пропитывается, он не вкусный. Например, там, та же вот эта вот икра, только с белым хлебом. Что еще? Ну, какие-то вещи, вот они только с белым хлебом идут. Влюбилась я, ребята, хлеб, сейчас скажу, как правильно называется, на сыворотке особый восход. Это просто бомба. Вообще, заценила в последнее время, наверное, в последний год хлеб на сыворотке. Это особый вкус хлеба. Особый, он такой, знаете, когда внутри, когда свежий особенно, он как будто бы немножко влажный. Ну, что я даже не могу, как передать, он не крошится, а такой вот он особенный. А если его запечь в тостере, это просто ни с чем не сравним вкус. А если еще запечь в тостере до чашечки теплого молока, это бомба просто. Ребята, обожаю на сыворотке хлеб. На вкус и цвет товарища нет. Ну и хорошо. Вот все, кто любит на сыворотке, меня поймут. Это особая, я скажу так, это особая категория хлеба. Обратите на него внимание, кто любит вкусненькое что-то. Вот такой взяли, этот деревенский, из муки первого сорта. И вот такой беленький. Но это больше серый, а этот прям белый. Всякий бутербродиковый и так далее. И последнее, это шоколадки. Мы постоянно даем детям сладости разные, время от времени уже говорила. За бонусы они у нас шоколадки получают, там какие-то это. У нас всякие там такие, ну, как это сказать, приятные бонусы детям. Уже объясняла, не хочу снова повторяться. И вот взяли шоколад. Вроде бы все. Все сказала? Все. Нет, не все. Что? Не сказала пока-пока. Пока-пока, ребят. Надеюсь, одно очень было полезен. Рецепты ловите себе в копилочку. До новых встреч. Рецепты ловите себе. Рецепты ловите себе. Рецепты ловите себе. Рецепты ловите себе. Рецепты ловите себе.